Вечная слава героям! Именно такое название Центр Русской Народной Культуры ЛАД решил дать мероприятию, посвященному Дню Победы. В этом году учреждение выступило с инициативой проведения патриотического концерта для учащихся школ города. Первый год в Центр Русской Народной Культуры ЛАД проводят мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы 9 мая. Обычно 9 мая это происходило на большой площадке в городе. В этот раз 7 мая мы решили сделать именно акцентированно для школ, для зрителей возраста 4-7 класса. И они с удовольствием к нам пришли, сами видели, был полный зал. Творческие номера зрителям представили воспитанники детской музыкальной школы, а также юные артисты из гимназии номер 9 и школы номер 12. Присутствующие услышали стихи, написанные в период Великой Отечественной войны, и известные песни, связанные с этим периодом истории нашей страны. Кроме того, им были показаны заранее подготовленные театральные сценки. Выступали у нас сегодня в программе театральная студия «Наследие Центра ЛАД». С ними у нас сейчас занимается Вера Николаевна Бекетова, и они подготовили очень интересные драматичные номера и с чтением писем с фронта. И такие достаточно интересные сценки, очень трогательные в память о упавших воинах на войне. Очень интересную программу представили М-студия Мегаполис, ребята, которые занимаются в школе номер 12. Они у нас являются достаточно частыми участниками мероприятий, и в этот раз тоже порадовали новыми песнями, новыми голосами, своими детскими звонкими. Как отмечают организаторы мероприятия, достаточно сложно было подготовить программу, связанную с военной тематикой, которая предназначена для зрителей небольшого возраста. Тем не менее, они уверены, что подрастающее поколение должно знать и помнить о своих предках, тех, кто самоотверженно и не жалея себя защищал нашу Родину. Смерть на войне обычно и сурово, и все-таки мы воздух ловим ртом при гибели товарищей, ни слова не говорим. Не поднимая глаз, в сырой земле выгапываем яму. В мир грубый брос, сердца сгорели, в нас остался только пепел, да упрямо обветренные скулы сведены. Трехсот пятидесятый день войны.